За пять лет Крым превратился из новичка-аутсайдера среди субъектов огромной страны. Пока не в лидера, но твердого середняка. Не убили местную экономику, а напротив, заставили встрепенуться производство санкции. Скачок с предпоследнего места на достойное сороковое. Это не стаирский забег длиной в пять лет, а настоящий спринт. Валовый региональный продукт в 2018 году составил 217 200 рублей на душу населения. Это сороковое место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какое движение, а если говорить правильно, рывок в развитии экономики совершил Крым. Без руки помощи извне в сложнейший и переломный момент истории не было бы ничего. И эту спасительную руку как нельзя вовремя из Кремля протянул национальный лидер. А поддержали парламентарии Госдумы. За период российского Крыма во благо субъекта было принято почти 60 законов. Это касается фактически всех сфер жизни, а в особенности социальной. Нелегко, но адаптировались и перешли в новое правовое поле все образовательные учреждения. Крымские депутаты также демонстрировали активную игру в сложнейшей партии. Восемь местных инициатив Госсовета получили отклик в Думе. Если прибавить сюда колоссальные вложения в инфраструктурный потенциал, единственное, что в середине марта нынешнего герои весны пятилетней давности могут сказать гостям спасибо. А вместе с тем гарантировать не отходить от четко заданного курса. Но тут объем помощи колоссальный. И вообще-то программа модернизации, которая сегодня реализуется в Республике Крым, равных ей не было никогда на протяжении последних 50 лет. Ну и конечно еще раз говорю слова благодарности и уважения нашему лидеру, нашему президенту. Ведь благодаря этому решению у нас с вами за последние пять лет появилось главное чувство. Чувство гордости за свою родину, Россию. Спасибо вам, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Спасибо вам за помощь. Неоценимым мы с вами. Спикер Крымского парламента убежден. Причина нынешнего праздника для региона – справедливая цикличность истории. Также и Киев, который Владимир Константинов уважительно называет городом-героем, стал одним из штурманов смене исторического вектора. Не будь Майдана, не было бы и референдума, и сияющих лиц. Прогнозируемая Украиной потеря эйфории крымчанами разбилась о четкие социальные гарантии и несоизмеримое улучшение уровня жизни. Принимая решения, пусть и рискуя, в госсовете четко понимали, остановить радикальное настроение можно лишь продемонстрировав политическую волю и самостоятельность. Для меня, да я думаю, для большинства крымчан является главным событием в нашей жизни. Хочу вернуть вас к тем событиям, которые разворачивались в тот период в городе-герое Киеве. Вы помните события ноября месяца, когда начала обмесноваться эта вся бандеровская нечисть? Крымчане это уже проглотить не могли ни при каких обстоятельствах. И мы поняли, что за нами стоит невероятная сила. Не воспользоваться этим мы не имели права. Традиционного амплуа придерживался самый эксцентричный российский политик. Владимир Жириновский предложил завозить в Госдуму минеральную воду местного разлива. Свой вариант переименования крымских улиц, к примеру, вместо Карла Маркса, генерала Врангеля. Киров, по мнению политика, может уступить место Деникину. Оценил и перспективы собственного контакта с украинским законом. Мол, на предложение явиться в Киев на разбирательство отвечает «нет, уж лучше вы к нам». В отношении кого из вас возбуждено в Киеве уголовное дело? Вы сидите, приедем. В отношении кого? Нет, не надо, не надо, не надо. Вот, вот они согласны. Вот двое. Аксенов и, значит, Константинов. И меня в отношении. Вас на допрос приглашали в Киев? Вот и меня зовут. Я говорю, пожалуйста, приезжайте сюда. В Москве же лучше. Я встречу на Киевском вокзале. Вражды с Украиной нет, подчеркивают коллеги-парламентарии. Но вот память о прошлом, чтобы не допустить рецидива, должна жить. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил соседу Крыма вместо постоянных провокаций и пиара за чужой счет оплатить долги за, цитата, аннексию региона, продолжавшуюся четверть века. Депутаты Государственной Думы поучаствуют в ряде мероприятий, посвященных годовщине судьбоносных для Крыма событий. После столицы Курт взят на город-герой Севастополь, где парламентарии пообщаются с коллегами из самого близкого для Крыма географического соседа. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.